Хочу попросить вас, вот вы смотрите, те кто смотрит с телефонов или планшетов, у вас там есть такая кнопка поделиться. Если вам не безразлично то, что творится с нашим философским обществом или сообществом, как хотите это назовите, поделитесь этим эфиром, поделитесь этим видео, чтобы могло максимальное количество людей его посмотреть. Я так понимаю, что все хитрецы будут потом себе просматривать его в видео, опять же, кому это будет интересно, все хитрецы молодцы. Итак, мы начинаем. Сегодня я представлю вам новеллу, начало которой было положено в 1994 году. В 1994 году я увлекался японской, китайской поэзией и читал такого поэта по имени Бо Пу. В XIII веке н.э. поэт Бо Пу написал стихотворение. Вот отрывок из этого, ну, как бы цитату из этого стихотворения я пишу как эпиграф к этой книге, как второй эпиграф к этой книге. И к первому мы еще вернемся в конце чтения. Всю премудрость ушедших веков ты услышишь в словах рыбаков. Немногие среди людей достигают противоположного берега. Остальные же только суетятся на здешнем берегу. Их участь страшнее. Ничто. А сейчас мы с вами обратимся в Бо Пу. Я хочу сказать, что я телефон перед рачком. Слови, пожалуйста, Бо Пу. Всю премудрость ушедших веков. Ты услышишь слова рыбаков. Это отрывок, потому что сценностью. Прямь в спину. Ты и мудрость. Ты услышишь веков. Ты услышишь в словах рыбаков. Ты услышишь в словах рыбаков. Ань, а как надо? сделать по 10 спасибо Ну, прекрасно Я хочу предварить чтение самой новеллы, да, чтением стихотворения, отрывком, из которого эта новелла «Рыбак по имени сомнений» начинается Вы бы видели моего сына Он пытался сложить кресло и лечь на них и спать Думаю, я не буду видеть Нет, папа все видит Вот, ты представляешь, пять тысяч человек участвовали в голосовании на слоте 15 И то, где они как-то не спали Я не пойду, я сталкиваться из печателя, которые они как-то на спички А что делать? А что делать? Молоком надо было Что с нами? Молоком надо было Ну Ну что, послушайте Это я не вам Это я Ребятам, которые тоже не спят Циня струна, словно лед холодна Пальцы искусны Песня тепла и нежна Слышу, как иволга вылетела из леска Ветер шумит Не спадают дожди Ночь глубока Лодка цветистая Скрылась среди тростника Слез не унять На душе затаилась тоска Песня грустна Сян-жу ушел И Вэнь-дюнь остается одна Снежинки солнечной весной Мелодия томит И сердце бьется Цветам не спится под луной Иль это снова голос Ду-вэй-ян Чарует мир И песни ее льется Над звездной серебряной рекой Над теремом Где облака летят Сквозь мрак ночной Желтый тростник Над недвижной болотной водой Ивы зеленые Свесились с дамбы крутой Здесь не услышишь Клятвы пустой Цапля да чайка Кружат над рекой Эти друзья неразлучны с тобой Счастлив и горд Как всесильный владетельный князь Темный старик Над рекой восседает с удой Я пленен невидом, невином Я стихами пленен Обращаюсь к стихам Когда зол их миллион Что мне люди Свободу дарует луна Дар небесный Мелодия Песня И чарка вина Травы лечат печаль Смех даруют цветы Сбрось Чиновничью шапку Уйди От мирской суеты Был могуч Чжанхуа Но его затерялись следы Был разумен Цзия Но его затерялись следы Краснословен Луцзя И его Затерялись следы Всю премудрость Ушедших Веков Ты услышишь В словах Рыбаков Вот такая поэма Была написана На конкурс Поэтический В тринадцатом веке Нашей эры И вы понимаете Что эта поэма Победила И вот Именно этими словами И поэтому Я Открываю Эту книгу Всю премудрость Ушедших Веков Ты услышишь В словах Рыбаков Потому что В этой поэме Уже описывается Все то Что произойдет Дальше Все то Что произойдет Дальше В маленькой Новелле Которую Начал писать Мальчик Мальчишка И в девяносто Четвертом году Он начал ее писать И В девяносто Восьмом Закончил Свет Она увидела В 2004 Благодаря Моей Очень дорогой Подруге Лене Вовк Правда Мы с ней Сейчас не общаемся Я на нее В обиде Вот Но так как Я написал Книгу Музыка Прощения Я ее простил Но общаться Еще не начал Обратно Наверное Начать нужно Не с того Чтобы читать А начать Нужно С того Чтобы рассказать Что это За произведение Какая была Основная идея Его написания Как вы Прочитали Вместе Со мной В поэме Бопу Где Над рекой Восседает Старик Темный С удой Уда Это удочка Ну и дальше Можно долго Разбирать Эту поэму Где Джуньзы И Там вспоминаются Великие поэты И философы Того времени Которые Все уходят И канут в лету И будут забыты А вот Слова рыбаков Они так и будут Лететь Над бесконечными Просторами Реки Жизни Ну наверное Понятно И без моего Скромного Пояснения Что Слова рыбаков Это как Слова мудрецов Так вот В свое время Я увидел сон Как По бесконечному Анечка Адам мне стакан Пожалуйста Я воду налью Пересыхает Просто Продите Сыночка Я опять вижу Что ты лег На пресле Конечно Лежим Спасибо Это Аня Половина людей Знает Подруга моего Милого Дорогого Сына Который Лежит На пресле И подушечку Себя где-то Уже подсветили Так Вот И не случайно Не без юношеского максимализма Я претендую Конечно же На некую вселенскую мудрость На некое вселенское знание И Мне открывается Что Этот рыбак Который Восседает Над рекой Это никто иной Как творец миров Что интересно Тогда я еще Мало что Слышал И знал О еврейской Мистике О том Что такое Кабала Я узнал Не изучая Тору А читая Переписку Папюса Я думаю Что 90-е годы Те кто Интересуются Эзотерикой Или так или иначе Говорят Что интересуются Эзотерикой Те понимают О чем я говорю Это Книги, переводы Самоиздатовские Которые Можно было Тогда Купить Где Что-либо Описывалось Мистериальной Традицией О том Чем я занимаюсь Вот уже 2007 14 4 4 Посчитайте 27 23 года Пропаганда Курения Мистериальная Традиция Различные Философские Учения Того Времени Они Все Были Разобщены Немного Разорваны Разорваны В плане Того Что Не обязательно Начинались Сначала Не обязательно Они Там Венчались Каким-то Важным Итогом А вот Вырывался Какой-то Кусок Из контекста И Издавался Ну Издавали Что могли Потому что Время Было Такое Очень Сложное Смотрите У меня Есть Рок Называется Шафар Это Священный Рок Так Вот Тогда В 14 Лет Подумав О том Что Этот Рыбак Это Творец Миров В моем В общем-то Достаточно Бурном Воображении Подкрепленным Разными Историями Легендами И притчами Возникло Четкое Ощущение Того Что Мир Уже был Однажды Уничтожен И Или этот мир В котором Здесь живем Мы Ну Я вот Сейчас Уже вам Точно Не скажу Как Тогда Мне Виделось Все Это Все Видимо Было Каким-то Таким Одним Потоком Мыслей Ну В общем Что Все Живое Пало И Творец Совершает Эксперимент Творения Номер Два Но Он Не Создает Эдемский Сад Не Поселяет Туда Адама Уже Взрослого Мужчину И Не Создает От Тела Его Еву Уже Взрослую Женщину А Он Разделяет Две Эти Первой Личности На Пополам Одну И Вторую Превращает Их В Детей Дает Им Способность Языка И Какие-то Капли Памяти И Расселяет В Различных Местах Какого-то Такого Странного Тайного Мира Рыбак По имени Сомнения Потому что Сомнения Это Самый Верный Путь К Познанию Это Самый Кратчайший Путь К вере И Вы Видите На книге Рыбак По имени Сомнения Подчеркнуто Это слово Все написано Большими Буквами Рыбак По имени Сомнения А в книге Вообще Рыбак По имени Сомнения Пишется Одним словом Итак По сюжету Книги Мы С вами Читатели Наблюдаем За Четырьмя Людьми Это Две Девочки Которые Закрыты Посреди Огромного Поля Окруженного Непреодолимыми Скалами И За Двумя Мальчишками Которые Живут На Острове Необитаемом Острове Со Всех Сторон Окруженным Бесконечной Водой Задача Этих Героев Не Просто Найти Друг Друга Следите За Мыслью Этого Шизоидного Какого-то Мальчика Безусловно Страдавшего Аутизмом Но Не Лишенного Какой-то Глубокой Взрослой Правоты Для Того Чтобы Найти Себе Пару Отыскать Любовь Первостепенно Нужно Прийти К себе Вот Именно Этот Путь К себе И описывается В первой части Новеллы В первой Ее Половине В этой Тонкой Тонкой Книжечке Путь К себе Проходит Через Страх Ссоры Обиды Прощения И Совершение Несовершаемого Свершение Несовершаемого Мальчишки Мальчишки Все время Ссорятся Друг С другом Как это В общем-то Водится И принято А девочки Ждут В каком-то Таком Застуманенном Создании Сознании Они Переговариваются Друг С другом Зная Немного Больше Мальчиков Как будто бы Память Прошлого Существовавшего Мира Проявляется В них Сильнее Но Они Ждут Как и положено Женщине Ожидать Проявляя Терпение А Мальчишки Мужчины Понимаете Да Это Одна Женщина И Один Мужчина Который Ищет Сначала Себя А мужчины Начинают Искать Выход С острова И Однажды На Острове Укутанный В меха Появляется Огромный Рыбак Рыбак Севера Они Видят Его Боятся Не Подходят Близко Не Видят Как он Появляется И не Видят Как Исчезает Но После Того Как Рыбак Приходит На Берегу Всегда Остается Рыба Дети Не Едят Эту Рыбу Потому Что Они Не Умеют Ее Есть Жарить И Они В Принципе Не Едят Ничего Живого Живого И Они Решают Отпускать Рыбу Что Является Первым Важным Экзаменом Творца Сотворившего Этот Новый Мир Они Строят Некий Храм То Есть Они Подсознательно Еще Не Имея Никакой Философии И вообще Представлений О Боге Творце Их Души Вернее Душа Единая Душа Всех Единая Душа Всем И Адам Кадмон Стремятся К Единению С Творцом Что Называется Двекут Божественное Прилипание Тогда В 94 Году Я не знал Ни слова Двекут Ни слова Божественное Прилипание Но как-то Интуитивно Сам себе Тогда Из прошлого А может быть Из будущего В прошлое Я бросал себе Подсказки Каким образом Двигаться дальше И вот эта Первая цитата Немногие среди людей Достигают Противоположного Берега Остальные же Только суетятся На здешнем берегу И их учат Страшнее ничто Эта фраза Рассказывает мне О моих корнях По отцу Потому что Слово Еврей Происходит От слова Иври Человек С другого Противоположного Берега Я сейчас Говорю Не о евреях И не стараюсь Выпятить Свою кипу И похвалить Всех евреев На свете Среди евреев Есть как хорошие люди Так и очень хорошие люди Но дело не в этом Дело в том Что мы с вами Люди которые Ищут Ответы на незаданные вопросы По отношению Ко всему другому миру Часто являемся Теми самыми людьми С другого берега Ну Давайте Начнем Чтение Я как и обещал Буду начинать С иллюстраций Потому что Эта книга Доступна в интернете Но безусловно Без иллюстраций Вот это первая страница Предисловие написано Фриде Делаканте И к этому мы еще С вами вернемся Вот первая иллюстрация Это волшебник Маг Который совершает ритуал В руках у него Жезл На столе перед ним Пентакль Меч И кубок Рыбак по своему обыкновению Набил трубку Раскурил ее И начал Час совы Я боялся его Как боятся дети Придуманных родителями персонажей Искренне И вправду Не зная Что Или точнее Чего ждать Моя душа Наполнялась догадками И сама Дорисовывала Жуткие возможности И страшный нрав Рыбака Он являлся В моих снах Как являются Самые страшные Кошмары Он Молчал Он никогда Не говорил Того Что я ожидал А если Разговаривал То его разговоры Были окутаны Тайной И несли еще большую Неразбериху В мою уставшую От страхов И сомнений Душу Он Был Таким Рыбак По имени Сомнения Ну безусловно Здесь много Кодов Часовые Это определение Времени То есть Все это Начинается Вечером Вспомните Баришит И был вечер И было утро Итак Пошли дальше Я слышал Я слышал однажды В сезон Дождей Когда вода Заливает обильно Наш край Да так Что даже Оранжевые Жрецы Не способны Остановить Потоки Падающие С неба Освобождается Молчание Которое Пряталось За нескончаемым Потоком Речей Оно летит Над миром Даря неспособным Понять суть Проблеск Надежды Летит Над угрюмым Миром Реальности Чего только Не скажешь О молчании Чего только Не услышишь В его Спрятанных Оттенках Он Подавивший Желание Независящее От корней Пастбищем Которому Пустота Необусловленная И свободная Путь Его Неисповедим Как птиц Полет В поднебесье Эти Четыре строчки Он Подавивший Желание Независящее От корней Пастбищем Которому Пустота Необусловленная И свободная Путь Его Неисповедим Как птиц Полет В поднебесье Это цитата Из Дхамапада Священной Книги Буддизма Путь Был Долг Но Светил Дождь Продолжал Рассекать Воздух Снег Укутывал Почву Солнце Слепило Глаза Жизнь Продолжалась Здесь В этом месте По своим Внутренним ощущениям Я передаю Тот момент Когда Сосуды Уже были Разбиты То есть Старое творение Пало И Начинается Новый Виток Творения Вот Такой Разворот На этих Страницах Здесь Вы видите Карту Швейцарского Таро Карту Отшельник Которая Здесь Иллюстрирует Безусловно Рыбака По имени Сомнения Вот такой Вот человек Гора Вот такой Вот гигант С удочкой Движется И ящерица Внутри Внизу Его ног И Светильник В руках Который Продолжает Светить И сегодня Каэтана Я лежал Мои мысли Носились Где-то Далеко Я размышлял О правилах И законах Мира Последние дни Я часто Задумывался Об этом Последние дни Озеро Стало холоднее Ветер Усилился Рыбак Пришел К озеру Укутанный В меха Что-то Менялось Я приподнялся Чтобы посмотреть Как там Лючо Он Как всегда Плавал По озеру Лежа На спине Он Редко Задумывается О том Зачем Мы живем Для чего И как Пришли В этот мир Как долго Нам здесь Предстоит Быть Вчера С Лючего Мы разжигая Костер Говорили О воспоминаниях Он Говорит Что все Время Видит Один и Тот же Сон О каком-то Странном Человеке С длинными Волосами Очень Нежной Тонкой Атласной Кожей Очень Похожего На нас Но совсем Другого Еще Он Слышал Разные Звуки Которые Доносились Со спины А они Лючего И человек Кружились И в такт Музыки Двигали Своими Телами А потом Он Этот человек Приблизился К нему И коснулся Своими Губами Его Губ Я спросил Это был Демон Он хотел Причинить Тебе Вред Но Лючего Не ответил И ушел Плавать В озеро Размышлений Это вода Это гигантское Море Океан Которые Они Мальчишки Лючего И Каэтана Называют Озеро Вот Такое слово Есть в их Обиходе И слово Демон Есть в их Обиходе И слово Музыка Есть в их Обиходе Безусловно Здесь Каэтана Рассказывает О своем Разговоре С Лючего Где Лючего Передает Ему Сон Где снится Ему Женщина С которой Он танцует И впоследствии Как вы догадались Целуется Но так как Никакого мира До этого не было Каэтана Волнуясь За своего Так сказать Брата Переживает Ведь Когда кто-то Приближается К тебе И хочет Коснуться Своими губами Твоих губ Быть может Это демон Я долго думал И решил Что он Меня обманывает Но почему Ему снится Кто-то А мне нет Мы 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 Вместе Столько Сколько Себя Помним И Никого Кроме Рыбака Не Видели Да И тот Почти Не Разговаривает С нами Даже Не Говорит Как Его Зовут Рыбак Говорил С нами Только Раз Это Было Давно Я На Целую Ладонь Вырос С того Момента А у Лючего Тогда Еще Не Росли Волосы На Лице И У нас Не Бало Имен Он Появился Из Озера Чем Нас Ужасно Напугал Мы Стояли На Берегу И Хотели Быстро Убежать Но Никак Не Могли Пошевелиться Он Подошел Ко Мне И Указав На Меня Пальцем Сказал Каэтана Подошел Ключо И Промолвил Лючо Повернулся К нам Обоим И Молвил Это Ваши Имена Теперь Вы Друг Аминь А Как Мы Будем Звать Тебя Осмелился Спросить Лючо Я Рыбак Вы Никак Не Будете Меня Звать Когда Придет Время Я Сам Позову Вас Он Рассмеялся И И Исчез А Потом Вы Знаете Мы Никогда Не Видели Как Он Появляется Когда Мы Просыпались Он Уже Был На Берегу Плел Сеть И Ловил Рыбу Когда Он Исчезал Мы Тоже Не Видели Хотя Неоднократно Пробовали Следить За Ним Но Тщетно Зато Когда Он Уходил На Том Месте Где Он Стоял Всегда Оставалась Рыба Мы Брали Ее И Отпускали На Волю В В Воду Так Было Каждый День Он Ловил Рыбу Мы Ее Отпускали Теперь Мне Кажется В этом И Есть Предназначение Нашей Жизни Рыбак Ловит Рыбу Мы Отпускаем А вот Лючего Говорит Что Предназначение В другом Только Говорить Об этом Не Хочет Потому Я Дни И ночи Напролет Думаю О Правилах И Законах Мира А Он Беспечно Плавает В озере Размышлений Пока Не придет Время Выпускать Рыбу Мы Теперь Очень Осторожно И Внимательно Относимся К этой Миссии Разделяем По очереди Дни Отпускать Рыбу В один День Я Зовусь Достойным Хранителем Рыбы А в другой День Лючего Мы Даже Специальную Хижину Построили Чтобы Было Где В спокойствии И тишине Подумать И помечтать О том Что И какие Другие Острова А я Уверен Что Они Есть Обязательно Мне Кажется Что Не Может Не Быть Что Не Может Быть Один Остров В мире Я Вот Как Думаю Если Есть Один Остров То Обязательно Должен Быть Другой Я Часто Всматриваюсь В океан В надежде Увидеть Что-то И Иногда Мне Кажется Я Чувствую Как Кто-то Из-за Океана Всматривается В меня Так Вот Мы Построили Хижину Для того Чтобы Было Где Предаться Размышлениям О том Что Увидит Та Рыба Которую Мы Отпускаем Отпускаем От нашего Острого Может Ей Предстоит Увидеть То Что Нам Никогда Не Удастся Да Хранит Нас Свободная Рыба Пусть Глаз Ее Будет Острым А Слух Тонким Пусть Хранит Ее Озеро Размышлений От Рыбака Аминь Это Странное Слово Аминь Мы Позаимствовали У рыбака Он Когда Дал Нам Имена В конце Произнес Его И Мы Решили Что Это Священное Слово И Теперь Когда Мы Произносим Наши Слова К Рыбам Мы Заканчиваем Их Словом Аминь Ну Безусловно Здесь Тоже Стоит Обратить Внимание На То Что Имена Эти Так Даже Не Случайно Каэтана Не Помню В каком Веке Вы Сможете Сами Посмотреть В интернете Ребят Кому Интересно Но Кажется В Семнадцатом Каэтана Это Был Такой Алхимик Мистик Который Планировал Отыскать Философский Камень Жаждал Жизни Вечной В общем Ты Был Сожжен На Костре А Лючо Это Аллюзия К Свету Потому Что Люци Лючо Это Свет Наталья Азарова Упала Надеюсь Не Пришила Повторю Повторюсь Вот видите Каэтана Который Размышляет Вот такой Вот Это Такая Та Вот Наша Часть Которая Любит Пожевать Сопли Которая Любит Посомневаться В самых Близких Людях Вот Такой Каэтана Он Размышляя О том Чем Они Занимаются И В общем-то Находится В поиске Смысла Жизни Как и все Мы Как и весь Мир В поиске Смысла Своего Существования Находится Он Рассказывает Нам Ничто Иное Как Сотворение Вот Такой Вот Первой Религии Первого Культа Который Вот Так Вот Эти Мальчишки Себе Придумали Да Не Отпускать Рыбу И Кто Обратил Внимание В этой Молитве Как ее Назовем Они Говорят А Слух Пусть Будет ее Тонким То есть Я здесь Подчеркиваю Что Они Совершенно Не Понимают Ничего О Биологии Но Видать Как-то Очень Одарены От Рождения Философии Вот Я думаю Что На сегодня Достаточно Это Какой-то Академический Час Уже Прошел Продолжим Тогда Завтра Или Нет Завтра Это Как-то Очень Скоро Ну Что Завтра Наверное Сегодня Еще Можно Переписываться Задавать Какие-то Вопросы И Завтра Кто-то Посмотрит Это Видео Только Завтра Давайте Сами Дадим Себе Немножко Больше Времени И Таким Образом Будем Понимать Сколько У Нас В Итоге Будет Зрителей Слушателей И В чем Мы сможем Разобраться Читая Эту Новеллу Сама По себе Новеллина Как я Уже Подчеркнул Она Достаточно Наивна Потому что Начинал Ее писать Подросток А Заканчивал Писать Совершенно Юный Человек Это В смысле Я Только Когда-то Но Довольно Таки Достойные Умудренные Жизненным Опытом Писатели В то Время Поддержали Меня Я Назову Их Имена Обязательно Только Позже И сказали Что В этом Есть Не Просто Что-то А Целый Ворох Смыслов Итак Пишите Свои Вопросы Внизу Под этим Видео Друзья Не Будьте Инертными Не Будьте Безразличными Ни Ко Мне Ни К Другим А В первую Очередь Не Будьте Безразличными К Себе И Давайте Мы Таким Же Методом Голосования Только Не Будем Делать Полную Рассылку Вадюш По По Всей Базе А А Нет Придется Делать Потому что Ну окей Давайте Мы Например К завтрашнему Дню С вами Решим Когда И во Сколько Продолжим Чтение А Сейчас Я Желаю Вам Множество Беспечальной Мудрости Складываю Руки Ладонь К ладони На уровне Сердца И говорю Намасте Что означает Божественное Во мне Приветствует Божественное В тебе Спасибо за субтитры